Китайский рынок сегодня это почти 3000 квадратных метров площадей, как закрытых, так и на открытом воздухе. В будний день людей здесь по-прежнему достаточно. Правда, покупателей бы им почти не увидели, а продавцов и товара много. Ну, слухи идут какие-то, что выставили куда-то на продажу. Были такие слухи? Давно? Да. Ну, то есть не недавно. Я не знаю, я говорю, я не вникаю в ситуацию, я продавец. Очень часто он выставляется торгить сумку, постоянно почему-то медилизировать. К слову, впервые власти края заговорили о продаже в 2018 году. В прогнозный план приватизации объект внесли в 2021. Эксперты говорят, что в нынешних политических и экономических условиях площадку рынка вряд ли можно назвать лакомым кусочком, несмотря на то, что цена с прошлого года немного упала. Если память не изменяет, чуть больше 400 миллионов была стоимость прошлого года, и на эти торги никто не заявился. Изменения в цене в 5% с учетом сегодняшней конъюнктуры на рынке, на мой взгляд, может повториться история, что интереса к этому объекту не будет. Ну, его окупаемость 20 лет будет, вот при такой цене. Вы сами представляете, будет кто-то вкладываться. Сейчас. Если, может быть, при другой ситуации, там лет 10 назад, да, там, она была бы хорошая. Сейчас сильный схват идет по сферам. Казалось бы, из-за нехватки земли под строительство жилья в краевой столице застройщики должны едва ли не драться за этот приличный по площади кусок земли. Но проблема в том, что по существующим документам здесь можно возводить лишь объекты общественно-делового значения. К тому же площадка находится в санитарной зоне завода АТИ. Так что, скорее всего, новый объект, если он и появится на месте нынешнего китайского рынка, будет из разряда торговых центров. Возможно, вот так, если представить, может быть, Икея, какой-то мега-центр. Но Икея на сегодня не присутствует на нашем рынке. Ашан, продуктовый ритейл, у нас нету такого крупника, наверное, не осталось, который бы такую большую территорию, а там 15 гектаров, мог бы наполнить торговлей. Давайте тоже скажем, что активная жизнь городская, она у нас постепенно смещается в сторону аэропорта. То есть места массовой застройки, они, как правило, находятся там. Бизнесмены вторят и архитекторы. Место китайского рынка вряд ли можно назвать удобным даже под строительство торгового центра. Расположение участка такое слегка отдаленное от центра, от нашего исторического, ну, наиболее плотного и популярного. Вот, оно, конечно, сказывается. Жилье, либо торговля, либо что бы там ни было, да, оно будет специфической посещаемостью. То есть люди либо транзитом поедут мимо и как-то будут пользоваться, либо целенаправленно, но в узкоспециализированные заведения. Андрей Атаджанов, ярый сторонник зеленого каркаса города, не против, если бы на месте рынка появилась, к примеру, парковая зона. Но боится, что из-за места расположения она будет в большей степени пустовать. Как вариант, он видит здесь культурно-досуговый центр или торговый. Но точно не рынок, в привычном его понимании. Собственно, и нынешние продавцы уверены, пора вносить изменения. Лучше было бы здесь закрытый рынок, закрытый, например. Делали, как тут, с определенным. Ну тут же есть закрытый? Закрытый есть, да. Ну, там, здесь вот что-нибудь, что нужно сделать. А как думаете, что здесь вот на этом месте вообще, в принципе, если рынок убрать? Слухи я не распространяю, дома свои никому не рассказывают. Ну, то есть даже представить не можете, что здесь могут поставить? Ну, поделитесь. Ну, а потом, значит, говорят, о, а ты балабол, ты что наговорил? Добавим, что эксперты все же не исключают появление на месте рынка жилой застройки. Ведь примеры в городе есть. Но чтобы землю перевести под другое назначение, необходимо вносить изменения во многие градостроительные документы. А это слишком проблематичная история. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.